Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссерским пультом Екатерина Голикова и Михаил Эверстов у микрофоноведущая Сергея Антонова. В августе 2021 года в 85 регионах России стартовал новый сезон проекта по ранней профессиональной ориентации школьников с 6 по 11 классы «Билеты в будущее», который реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха-Якутия уже второй год выступает региональным оператором проекта. Почему профориентационной работе уделяется сегодня такое внимание? Какие новые подходы появляются в этой области? И что сами слушатели говорят о проекте «Билет в будущее»? Ответы на эти и другие вопросы сегодня дадут гости нашей студии. Итак, это контент-менеджер дирекции карьерной навигации Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха-Якутия Лея Георгиевна Сивцева. Здравствуйте. Здравствуйте. И профориентолог дирекции Центра Ульяна Михайловна Эверстова. Добрый день. Здравствуйте. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066 и 321166. Итак, мы начинаем наш разговор. Я знаю, что ваш центр, опережающий профподготовки, активно работает в сфере профориентации. А почему упор сделан именно на это направление? Ну, профориентация сама по себе сейчас является очень важной для школьников, потому что и обязательно нужно на раннем этапе определиться. Для этого у нас в нашем центре выделена специальная дирекция карьерной навигации. И в нашей дирекции 4 специалиста. Психологи, педагоги, профориентологи и также контент-менеджер. И мы проводим разного рода услуги по профориентации. Это консультации, это разного рода мероприятия для школьников, абитуриентов, а также для взрослых, для родителей, выпускников. Также у нас есть разные курсы. Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям и радиослушателям о проекте «Билет в будущее». Мы много говорили о нем, о его целях, задачах. Для кого он предназначен прежде всего? Федеральный проект ранней профессиональной подготовки «Билет в будущее» он ориентирован на школьников 6 по 11 классы. И главная цель данного проекта — это формирование осознанности школьников, подготовить их к этапу выбора профессий, и также направить их в этой сфере. В сфере выбора профессии. И в этом году работа проекта началась с сентября 2021 года. И вообще Центр опережающей профессиональной подготовки, как вы уже сказали, является оператором второй год. Мы с 2019 года курируем этот проект. Ну и каковы результаты этой работы? Конечно, хотелось бы знать. Вы говорите, уже второй год он у нас идет, да? Сколько детей за это время вы смогли привлечь к профориентации? Сколько из них, например, прошло тестирование? Наверное, какой-то процент определился с будущей профессией? Ну, в этом году, получается, у нас всего участников примерно 7 тысяч школьников. Это у нас из города Якутска в основном и из пяти районов республики. В рамках проекта все дети регистрируются на платформе. Платформа проекта подразумевает прохождение онлайн-диагностики. А также были отобраны педагоги-навигаторы с каждой школы. И они проводят для школьников профориентационные уроки для участников проекта. И третьим этапом как раз является вот наша мультимедийная выставка и профориентационные пробы, профессиональные пробы. Давайте об этом подробнее, наверное, поговорим. Да, вообще, какие изменения, новые подходы были предусмотрены в рамках проекта уже вот в этом 2021 году? Ну, в этом году у проекта всего два сегмента, открытый и закрытый. То есть, если говорить об открытом, это у нас на платформе bvbinfo.ru. Это сайт официальный. Каждый желающий без регистрации может туда пройти. Там есть примерочная профессия. То есть, каждый ребёнок может пройти, ответить на пару вопросов. И для себя какие-то вот подходящие профессии. И плюс по этим профессиям очень много информации полезной. Какие профессии ему подойдут, чем этот человек занимается. Какие профориентационные ориентиры можно найти. Также для родителей можно найти бит-тесты. То есть, он может вместе с ребёнком сесть и на сайте прямо тоже пройти тест. Сначала ребёнок, потом он. И опять-таки сравнить результаты. То есть, родители тоже могут стать участниками вот этого процесса и принять участие в выборе будущей профессии для своего ребёнка. Да, именно открытого сегмента. Если говорить о закрытом. Закрытым это у нас, получается, отобранные школы, педагоги, навигаторы. И каждая школа работает со своим педагогом-навигатором. Они производят отбор детей, загружают их на платформу, контролируют процесс онлайн-диагностики, рекомендации, проавентационные уроки. И вот всё, мультимедийная выставка и далее, это для закрытого сегмента. И надеемся, что в следующем году это всё у нас расширится и смогут принять ещё больше школ, ещё больше районов нашей республики. Вообще профориентация, этот термин, он меняется со временем, а вот насколько преображается сама его суть? Мы вот как-то привыкли, да, что ещё вот в советских времён вроде бы профориентация сама существовала в таком виде, да, что нас вводили на производство, например, да, знакомили с какими-то нюансами той или иной профессии. А как меняется профориентация со временем? Ну, вообще понимание именно профориентации, мне кажется, меняется. И сейчас важно молодёжи, вот, школьникам, да, пробовать сразу вот какие-то маленькие тесты устраивать для себя, пробовать профессии. И каждый сейчас владеет информацией, очень много информации, очень много информации о разных колледжах, об уровнях образования, информированность на высоком уровне. Но между тем всё равно у школьников остаются вопросы. И как раз-таки профориентологи сейчас работают над тем, чтобы помогать определиться детям вот с их множественными вопросами про профориентацию. Ну, а как не запутаться вот в этом потоке информации, который окружает наших детей, да, потому что новых профессий очень много. Соответственно, и вопросов, я думаю, не меньше. Ну, вот, например, по проекту, в рамках проекта это тест разработан Центром гуманитарного тестирования МГУ, то есть это прям очень продуманный тест. Если дети пройдут его, они смогут определить свои интересы, в каком направлении у них больше интерес, какие у них сильные стороны, какие у них способности, а также личностные особенности. На основе этого программа, платформа выдает им рекомендации. И вот по рекомендациям они могут развивать какие-то свои способности, интересы, либо же по своему желанию, по своим вот интересам выбрать. Очень много разных возможностей. Ну, ваш проект рассчитан, как мы видели, да, на школьников с 6 по 11 класса. А вообще, вот на ваш взгляд, как вы думаете, с какого возраста нужно работать над определением будущей профессии? Может быть, это должно начинаться несколько раньше? Либо это вот оптимальный возраст, 6 класс? Да. Но всё равно говорят специалисты, что нужно постепенно знакомить детей с миром профессии, можно начинать и с начальной школы, даже с детского сада, да, учитывая особенности возраста ребёнка, да, можно вот знакомить с такой лёгкой форме. А уже как-то уже более углубленно, надо уже быть с 6 класса, где уже формируется личность ребёнка. Но у вас, наверное, всё-таки дифференцированный подход. То есть то, что подходит школьникам, например, с 6-го, с 7-го класса, уже не годится тем, кто, например, учится в 10-м, в 11-м классе. Там у них ещё бывают другие запросы, да, именно уже вот актуальные и свежие данные по поступлению, да, вот, потому что правила поступления каждый год меняются, вводятся нововведения, да, и поэтому, чтобы быть в курсе событий, надо вот прибегнуть к помощи профориентолога. А вот дезориентированность, может быть, даже какая-то потерянность выпускников на рынке профессий и труда, вот вы согласитесь, что это общая проблема для нашей школы, для родителей, вот для самих детей? Вот что делать, чтобы не быть таким потерянным всё-таки? Ну, опять же, вот информированность, которая вроде бы как бы кажется полезной, с другой стороны, играет тоже не очень хорошую роль, потому что эта же самая информированность им мешает определиться. Я это умею, я это хочу. Очень много интересов сейчас у нынешних школьников, поэтому важно вот найти подход. Фильтрацию, делать информацию, наверное, потому что в потоке информации человек теряется, путается уже, начинает, да, и поэтому... Учиться анализировать полученные рекомендации. Развитие этого навыка, скажем так. Ваши тесты помогают это сделать? Да. Провести такую фильтрацию, определить для себя направление какое-то, да? Важно не просто пройти тест, да, и получить ответ распечатанный, а именно вот проконсультироваться со специалистом, с профориентологом. Хорошо. А с какими еще проблемами сталкиваются нынешние школьники и абитуриенты при выборе будущей профессии? Вот мы сказали о том, что у них слишком большой поток информации, они теряются, да? У них слишком много интересов, мы сказали. Что еще? Ну, еще конкурентность всего и вся вокруг, поэтому сейчас очень важно отличаться чем-то, чем-то выделяться, и поэтому тоже важно какое-то свое хобби иметь, да, для ребенка. Бывают дети, у которых совсем нету никакого интереса, не только вот телефон, например. И очень сложно вот телефон, ну, вообще социальные сети и так далее. То есть общение иногда, бывает, заменяет интерес к будущей профессии, да? А вот работаете ли вы с детьми, у которых есть ограниченные возможности здоровья, да? Вот какие-то вы открываете для них новые возможности и так далее? У нас совместно с благотворительным фондом ХРАСХА также проводятся вот как раз-таки профориентационные мероприятия для детей с ОВЗ и инвалидностью, да, периодически, поэтому вся информация у нас на странице в Инстаграме. Давайте назовем. Life and Job. Да, либо же ЦОП ЕКТ, откуда можно найти нашу страницу тоже. Хорошо, а вот результаты этой работы есть, да? Да, конечно. Дети с ограниченными возможностями здоровья, вы можете какие-то истории нам рассказать? О истории я не смогу рассказать. У нас просто есть отдельный специалист, который занимается, это ее профиль как раз-таки, и поэтому мы не сможем. Хорошо. Мы знаем, что в этом году в рамках проекта педагоги и республики прошли обучение, да, на педагогов-навигаторов. Вот в чем была такая необходимость и вообще что это дает в работе? Ну, в этом году особенностью как раз является вот очень такая ширная, объемная вот работа с педагогами-навигаторами. Это новое понятие для всех нас, и это люди, которые занимаются профориентационной деятельностью в школах города и районов, и как раз-таки провели вот курсы повышения квалификации для них. Хорошо. Что дали эти курсы, о чем они были, чему они научились, об этом мы поговорим в следующей части нашей программы, дорогие друзья. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и сегодня мы говорим о проекте профориентации школьников «Билеты в будущее», который реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого школьника» национального проекта образования. Какие новые подходы появились в этой области, и что сами слушатели говорят о проекте, и почему ранняя профориентация становится такой актуальной? Ответы на эти и другие вопросы сегодня дадут гости нашей студии. Это специалисты Дирекции карьерной навигации Центра опережающей профессиональной подготовки нашей республики Лия Георгиевна Сивцева и Ульяна Михайловна Эверстова. Итак, мы продолжаем наш разговор. Я спрашивала об обучении, которое прошли наши учителя, и они получили свидетельство о повышении квалификации. Как работники, которые работают с профориентационной работой в школах. Обучение началось у нас где-то с середины сентября, и вплоть длилось до середины ноября. Очень объёмные, очень много полезной информации было для наших педагогов-навигаторов. И как раз-таки это новое понятие, как я и уже говорила, педагог-навигатор, поэтому надеемся, что в других школах также тоже скоро появится. Ну чему научились педагоги-навигаторы, и почему их называют навигаторами? Это как раз они обучались инструментом профориентационной работы, разным методикам для определения склонностей детей, интересов и так далее. И учились проводить профориентационные уроки. Это всё в рамках проекта. Профориентационным уроком федеральный оператор предусмотрел весь материал, то есть там презентационный материал, сценарий урока, то есть готовые профориентационные уроки, разделённые по классам. То есть 6-го по 7-й отдельный материал, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й. И задача педагогов-навигаторов в рамках их обучения провести вот эти уроки. И в школах города Якутска у нас прошло где-то более 250 профориентационных уроков. Приняли участие тоже почти все участники, где-то 6 тысяч школьников. И очень хорошие отзывы получили по вот этим урокам. То есть результат первый, можно сказать, уже получен, да? А я знаю, что на прошлой неделе завершилась мультимедийная выставка, которая прошла на площадке музея «Россия. Моя история». Расскажите, пожалуйста, вот об этом мероприятии. Я знаю, что в очень интересной форме оно прошло. И был очень широкий охват наших школьников, да? С 15 по 20 ноября пришла мультимедийная выставка. Это отличная черта билета в будущее в этом году. На базе исторического парка «Россия. Моя история» дети смогли познакомиться с 8 сферами. Вообще выставка проходила в игровой форме. Дети знакомились с каждой сферой, да? И в конце они, выполняя тесты, собирали бинаты. Бинаты — это такие виртуальные монеты. И когда вот они собирают 8 бинат, они в конце получают терабинаты. Терабинаты, да. Что это даёт? И это даёт им... У них получается как лаборатория будущего. Они попадают в лабораторию и встречает лаборант из будущего. Также есть робот. Это всё в интерактивной больших экранах. Также ребята потом делятся и помогают лаборанту построить город будущего. И вот, собирая вот эти бинаты, они получают большой терабинат, который открывает доступ к новому городу. И является ключом. Да, к новому городу, который они построили вместе с этим лаборантом и со своими друзьями. И дети смогли в такой интересной форме познакомиться с более 300 профессиями и с 8 сферами. Это очень большой же охват. 300 профессий. Да, 300 профессий. И за какое время они смогли ознакомиться? Выставка у нас где-то часа. Час 15. Полтора часа где-то длится. Это очень объёмная такая работа для работников музея, тьютеров, которые также прошли обучение наравне с педагогами-навигаторами. То есть и проект для них тоже предусмотрел обучение. Ну и, конечно, хотелось бы знать мнение. Вы же видели, как ребята пришли на это мероприятие, да? С каким настроением они, например, приступали к выполнению определённых заданий, да? И что они получили в конце? Вообще там атмосфера такая классная. В музее вот эти большие экраны со всех сторон, да? Тач-панели. Да, тач-панели. Вот это всё как бы создаёт такую атмосферу будущего. Это только первый шаг, первый этап всего мероприятия. Второй этап — это у нас профессиональные пробы. То есть каждый ученик прошёл по две профессиональные пробы. Первая проба от федерального оператора по социальному предпринимательству. Дети получали кейсы, задания, по которым они создавали свои проекты и там же на месте защищали их. Потом у нас в основном по IT-направлениям в общей сложности за неделю, да, проведение мероприятий. Ребята смогли попробовать протестировать профессии, такие как графический дизайнер, веб-аналитик. Видеомонтажёр. Да, сити-фермерство. Это 3D-моделирование, разработка мобильных игр, также генная инженерия и очень много всего. IT-медик у нас было, да. И как раз-таки именно вот на профпробах они получили больше эмоций, потому что смогли всё это потрогать, попробовать. Примерить профессию. Да, примерить профессию на себя. Ну вот вы, ага, хорошо договариваете. Ну то есть сначала они знакомятся с 8 сферами, да, проходят, они выполняют кейс от федерального проекта, да, и затем переходят к практической части, то есть к пробам. Вот по такой логике построен этот проект. Хорошо, ну вот вы называете очень такие интересные профессии, да, вот сити-фермерство, да, IT-медицина. Вот казалось бы, несколько лет назад не было таких профессий, да, вот всё меняется в нашем мире. Одни профессии исчезают, другие, например, появляются. А вот как сориентироваться, что будет у вас требовано в ближайшие 20 лет? Ну вот как раз для этого проект и создан, потому что это ознакомит детей заранее с профессиями будущего, потому что дети не должны ограничиваться профессиями, которые сейчас есть. Они должны знать, что в будущем их ожидает, какие изменения в каких направлениях будут, поэтому это как раз-таки повышает их информированность опять-таки. И в профориентационной работе какое-то участие своё принимают, например, учебные заведения или, может быть, предприятия? Есть какая-то заинтересованность, может быть, вот в сегодняшних школьниках? Они выходят, вот, например, к вам с какими-то предложениями, совместными проектами и так далее? Да, вот в рамках проекта у нас как раз-таки для педагогов-навигаторов был ещё этап проектной деятельности, то есть каждый педагог-навигатор по желанию мог принять участие, и с нашего региона есть участники, вот именно. Всего же у нас 85 регионов по России принимают участие, но мультимедийная выставка прошла только в тех городах, у которых есть такие парки. Есть такие возможности. Вот у нас 23 или 24 субъекта всего с музеями, историческими парками России, моя история. То есть примерно треть участников смогла реализовать вот такой проект. А что сами ребята говорят, пройдя уже, например, определённые этапы этой выставки? Ну, они очень довольны были. Расторженные были отзывы, то есть такие «вау, классно, оказывается так», потому что, ну вот, как вы уже сказали, да, такие профессии с классными названиями «АйТи-медик», «Сити-фермер», например, да, некоторые впервые, оказывается, даже увидели и узнали. Всех детей встречал «АйТи-мишка», и у нас такая атмосфера, цифровая атмосфера была. Такого будущего. Будущего, да. То есть сам формат мероприятия уже как бы настраивал детей, мне кажется, на перспективу, на будущее, на то, чтобы действительно сделать какой-то свой определённый выбор. Такого ранее не было, поэтому у всех очень хорошие, большие впечатления положительные. А вообще какая работа проводится, например, в целях информирования, продвижения и деятельности Центра, опережающего профессиональной подготовки? Мы активно анонсируем все наши мероприятия в социальных сетях, конечно же, в Инстаграме. Также иногда мы запускаем таргеты. Ну и также мы публикуемся в наших местных СМИ. Это основные Якутия, ИСИА, ну вот эти самые информационные передовые агентства. Хорошо. А удобны ли сервисы, например, Центра и доступны ли, например, для слушателей посредством телефона? Достаточно ли телефона в руках? Не обязательно будут компьютеры иметь. Да-да-да, конечно, у нас есть свой сайт, свои Инстаграм-страницы. И люди могут напрямую нажать кнопку «Позвонить» или «Написать» и сразу попасть в наш колл-центр. Я знаю, что у вас есть какие-то определенные, можно сказать, преференции для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом нужно сказать? Да, это нужно обязательно сказать. Мы проводим консультацию, диагностику для детей с ОВЗ и с инвалидностью бесплатно, поэтому можете обращаться к нам. В любое время мы вас запишем и пригласим вас на нашу консультацию. Наша социальная страница называется Live, нижнее подчеркивание N, нижнее подчеркивание Job, ну или ЦОП, нижнее подчеркивание ЕКТ. То есть можно зайти и дополнительно для себя посмотреть, да? Ну и в завершении нашей программы, конечно, хотелось бы узнать, планируете ли вы какие-то новые проекты, какие задачи ставите на перспективу? Ну, проект у нас продолжается, на этом не заканчивается, поэтому вся информация и так далее будет у нас доступна в следующем году. В декабре у нас как раз-таки будет понятно, в каком направлении и как будет развиваться проект. То есть мы будем в следующем году собирать новые заявки. И надеемся, да, что побольше ребят принят участие, больше школ, больше районов, и да. Хорошо, спасибо. Ну что же, дорогие друзья, сегодня мы говорили о работе дирекции карьерной навигации, Центра опережающей профессиональной подготовки нашей республики, говорили о выборе будущей профессии. Дорогие друзья, это была программа Якутска. Сегодня ее подготовила и провела редактор Саржилана Антоновна. Всего вам самого доброго и до свидания.